Из серии «Конец времен», эпизод 3. В этом удивительном хадисе рассказывается о незнакомце, подошедшем к группе людей во главе с пророком, салаллаху алейху ассалям. Мужчина весь в белом, с темными волосами и без единого признака усталости, свойственной путникам. Никто из присутствующих не знал этого загадочного человека. Он подошел к людям, собравшимся вокруг посланника, и сел так, что его колени соприкоснулись с коленями пророка, салаллаху алейху ассалям. И затем он сказал, «О Мухаммад, расскажи мне об исламе». Пророк, салаллаху алейху ассалям, ответил, и когда он завершил свою речь, человек сказал, «Садакт, ты сказал правду». Сахабы поразились. Человек спросил и подтвердил. Раз он знает ответы, зачем спрашивает? Тот продолжил, «Скажи мне, о Мухаммад, об имане, вере». Посланник объяснил. Человек произнес «Садакт, правда». Потом он сказал, «Расскажи мне об иссане». Пророк объяснил. Человек сказал, «Правильно». Затем он попросил, «Расскажи мне, о Мухаммад, о часе». Пророк, салаллаху алейху ассалям, ответил, «Тот, кого спрашивают, знает об этом не больше того, кто спрашивает. Вопрошаемый знает не больше вопрошающего». Незнакомец продолжил, «Расскажи мне, о признаках приближения часа». Пророк, салаллаху алейху ассалям, сказал, «Послушайте того, кто говорит не по своей прихоти». «Когда женщина родит свою госпожу». «Когда рабыня родит свою хозяйку». Хотите увидеть своих сегодняшних господ, взгляните на своих детей. Вы живете для них. «Мам, купи мне телефон, держи». «Хочу это». «Конечно, с удовольствием». «А если вы чем-то не угодили, все, мам, я с тобой не разговариваю». «Вы родили своих господ». И пророк, салаллаху алейху ассалям, сказал об этом. По тем временам это было неслыханно. Наоборот, дети жили, прислуживая своим родителям. Когда женщина родит свою собственную госпожу. Скажите, разве можно было когда-нибудь представить себе, что произойдет такое? Что дети будут вести себя с родителями, как со своими собственными рабами. Несколько недель назад я был в Нью-Йорке, посетил нашу новую студию, и был поражен тем, как молодежь относится к своим родителям. Меня словно осенило, как точно все было сказано в этом хадисе. Сегодняшние дети, будучи еще младшеклассниками, уже спорят и привлекаются со своими родителями, используют фразы типа «заткнись» в адрес своих родителей. «И что ты мне сделаешь? Ты не сможешь заставить меня». Вот такое отношение. Потом, становясь подростками, они говорят родителям «свали с глаз долой, исчезни и не появляйся пару дней». Отношения к родителям становятся только хуже. А потом они достигают возраста обучения в колледже. Я слышал слова одного такого. «Мне уже исполнилось 18. Ты мне надоела. Всю жизнь я был вынужден считаться с тобой». И это говорит ребенок своей собственной матери. «Ты меня достала. С меня хватит». Кто вынашивал в себе этого ребенка? Кто в муках рожал его? Кто выходил этого ребенка? Вскормил его грудью? Кто научил этого ребенка ходить и говорить на родном языке? По-английски «язык матери», который впервые он слышит именно от мамы. А что уж говорить про смену подгузников и бессонные ночи? Мне это напоминает рабство. А вам? Многие ученые толкуют данный хадис именно так. По всей видимости, в нем говорится, что настанут времена, когда дети будут относиться к своим родителям так, будто стали их хозяевами. Но также этот хадис может относиться к феномену под названием «суррогатное материнство». Суррогатное материнство – это соглашение, часто закрепляемое договором, в котором женщина, суррогатная мать, дает свое соглашение.